Меня зовут Елена, я играю на скрипке уже очень долгое время, и я приехала из России, из Москвы, там я училась, и училась тоже в Германии, и сейчас мы находимся в таком шикарном оперном театре. Когда я играю на скрипке, особенно мы всегда водим смычком по струнам, так же, как я беру эту прекрасную ручку, и так же я записываю то, о чём я думаю и что я чувствую. Много всего есть общего между тем, как мы пишем, как мы говорим и как мы играем. То же самое с нотами. Многие люди говорят, мы не понимаем, что такое ноты, как ты можешь это читать. Я говорю, что ноты — это так же, как книга, в которой мы раскрываем, мы читаем, мы пишем, мы записываем. Я могу сказать, что когда у меня плохое настроение, мне кажется так у многих музыкантов, которые занимаются этим 20-30 лет, почему музыка, особенно классическая музыка, очень важна. Оно меняет настроение. Когда у тебя плохое настроение, ты берёшь свой инструмент, начинаешь что-то играть, потом ты откладываешь свой инструмент и что-то начинаешь записывать. И это особенно очень важно, что ты приходишь к какому-то конкретному, к конкретной мысли. Это не только касается меня, это касается всех музыкантов, которые находятся в этом оперном театре, где мы каждый день практически репетируем по много часов. Да, это сложно, должна быть очень высокая дисциплина, организация. Но мы находимся в какой-то очень тёплой семье. Это для меня как одна единая семья, которую мы проводим вместе дни, месяцы, года. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!